Редко лето обходится без трагедии на водоемах. Тонут взрослые, переоценившие свои возможности. Тонут дети, оставшиеся без присмотра родителей. Накануне в Каргалинском районе, в Ботамше, в одном из карьеров, утонул 16-летний подросток. Тело извлекли из воды, где глубина доходит до 25 метров во впадинах. Второй несчастный случай произошел в Ак-Тубе. На реке Сазда утонул 51-летний мужчина, который был нетрезв. В целом, все несчастные случаи произошли из-за пренебрежения правилами поведения на воде, а также из-за купания в запрещенных местах. Как правило, люди тонут, конечно же, молча. Особенности, вот сейчас люди, употребив спиртные напитки, ныряют и не выныривают. То есть происходит спазм сосудов, учитывая то, что сейчас в настоящее время вода еще толком не согрелась, вода холодная. По рекомендации медиков, вода должна быть свыше 18-20 градусов. А на сегодняшний день, вот буквально, если мы будем говорить по вчерашнему случаю, факту, да, в Каргалинском районе температура воды была чуть более 7 градусов. А на реке Сазда, Саздинка, было чуть более 15 градусов. Поэтому люди, употребив спиртные напитки, нырнув, купаясь в воде, сосуды сжимаются, происходят спазмы, поэтому люди молча тонуты. Аксюбинцам советуют быть бдительнее и не рисковать. При алкогольном опьянении в воду не входить, не купаться и в несанкционированных местах. Особенно сейчас, когда вода, в принципе, еще не прогрелась до нужной температуры. И, конечно, нельзя оставлять без присмотра детей. Всего с начала потепления, а именно с 20-х числов мая в нашей области под воду ушли уже 6 человек. Официально купальный сезон стартовал 1 июня. Планируется, что по всей области заработают 51 пляж. 9 из них в городе. Для организации безопасности на водоемах области в летний период ежедневно проводятся усиленные патрулирования более 340 сотрудников ДЧС, МПС, Аксюбинского юридического института, детских инспекторов, ювенальной полиции и волонтеров. Закупание в запрещенных местах и распитие спиртных напитков в общественных местах привлечены к административной ответственности 50 человек. Спасатели рассказали, что обычно человек тонет по нескольким причинам. Паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже из-за травмирования при погружении в воду неудачного ныряния. Результативность работы водолаза в большинстве случаев зависит от наличия ориентиров, оставленных им очевидцами событий. Важно запоминать, говорят специалисты, где именно тонувший ушел под воду. Понятно, что человек уже не спасти, но достать его из воды и придать земле для родственников важно. Лиза Цакева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова